Осень – самое время оживления на рынке недвижимости. Особенно это заметно в офисе Росреестра. И это несмотря на то, что все документы можно подать, не выходя из дома. Однако уже скоро принимать граждан по земельным вопросам перестанут. Юлия Великодная продолжит. К концу года офиса приема граждан по земельным вопросам не останется. Начиная с 2018 года, якутянам можно будет подать документы через МФЦ или самостоятельно, используя интернет. Через госуслуги заходила и заказала на свой земельный участок и на недвижимость, на дом. Было очень, в принципе, быстро. И получила я буквально электронно тоже получила, быстро за 2-3 дня, по-моему. Как утверждают специалисты Росреестра, время подготовки документа значительно меньше, если подавать через электронную версию. Процедура же подачи заявок через портал госуслуг известна всем. Для начала необходимо там зарегистрироваться, и тогда не придется стоять в очередях. На сайте есть инструкции, как можно подать документы. Также сам портал интуитивно понятен. Даже простому физическому улице. Обязательно все документы, которые сдаются, надо отсканировать и подписать электронную цифровую печать. Абсолютно всем можно подать документы через электронные услуги с помощью портала госуслуг и сайта Росреестра. Электронная подпись – аналог собственноручной подписи. Ее можно использовать для любых документов в сети. Заказать такую подпись может не только юридическое лицо, но и физическое. Как и все услуги, ее можно заказать через интернет. Зарегистрироваться на сайте уцкадастер.ру, приложить необходимые документы – это копии паспорта, ИНН и СНИЛС. После этого отправляете запрос к нам. К нам этот запрос приходит, мы проверяем правильное заполнение. После этого мы это все подтверждаем. К физическому лицу приходит уведомление о том, что предварительная проверка прошла, и он может оплатить. Если иметь личную электронную подпись, то приходить придется лишь раз за получением готового документа. Для экономии времени на сегодняшний день многочисленные госуслуги можно заказать, не выходя из дома, имея подключение к интернету. Юлия Великойна, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.